доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на неделю с 9 по 15 марта включительно для знака зодиака рыбы уважаемые рыбки напоминала что гадание имеет общий характер она подойдет и женщинам и мужчинам надеюсь что многие из вас могут для себя найти важную и полезную информацию досмотрев это видео до конца но не забывайте о том что этот расклад не является вашим персональным это общий расклад для всех одинаково проиграться он не может сколько людей столько судеб вы для себя из услышанного берете только то что подходит вам я по каждой карте стараюсь выкладываться по максимуму вам останется только проанализировать услышанную информацию также друзья не пугайтесь негативных карт в раскладе негативные карты высвечивают слабые стороны в вашей жизни которые нуждаются в коррекции и благодаря полученной информации вы сами в своей жизни очень многое можете поменять сейчас друзья по традиции пока я буду перетасовывать колоду вы можете загадать картам вопрос желания вы на него обязательно получите ответ да или нет но уже в конце чтения вашего основного расклада та карта которая останется на дне колоды и будет являться ответом на ваш вопрос да или нет также думая о своем вопросе устанавливайте временной срок для того чтобы вы для себя понимали в какой период времени ваше желание для вас проиграется или нет на стол произвольным образом выпала карта восьмерочки мечей она говорит о том что у многих раз в жизни на сегодняшний день существуют трудности проблемы которые вы пытаетесь преодолеть но пока и многих не получается это могут быть и люди и обстоятельства что-то в данном периоде пока либо сильнее вас либо выше вас зависимость от кого-то или от чего-то также первая карта вашего расклада покажет вас самих в этом периоде ваши планы мысли эмоции ваше настроение и ваши действия по первой карте мы также рассмотрим ваш общий энергетический запас кого волнуют вопросы здоровья обращайте внимание на первую карту если у вас слабая энергетика это может говорить и о том что могут быть сбои со здоровьем особенно у тех у кого есть какие-то хронические недомогания колода готова подумайте еще раз о своем вопросе и мы с вами начинаем итак ваша первая карта дальше мы рассмотрим общий фонд событий всей этой недели что же войдет в вашу жизнь что будет происходить у наших семейных пар что вы чувствуете в отношении своей второй половиночки и что он или она чувствует в отношении вас ваша рабочая деловая сфера деньги и финансы взаимодействия с другими людьми что происходит во внешнем мире любого рода контакты связи и коммуникации что ждет наших одиноких рыбок в этом периоде для вас вышло сразу две карты две карты я и беру по этим картам мы рассмотрим и вашу личную жизнь и события этой недели для вас в общем чем завершится для вас эта неделя также что вам обязательно нужно знать рассмотрим это будут как скрытые факторы вашей жизни то есть то что нужно будет учитывать возможно то о чем вы пока не знаете карта оставшиеся на дне колоды вы помните о том что будет отвечать на ваш вопрос да или нет наберитесь терпения и скоро мы к ней дойдем возможно в процессе чтения вашего расклада я буду брать дополнительные карты для того чтобы какую-то информацию рассмотреть более детально и глубоко и так приступаем первая карта для вас выпал король жезлов и для мужчин и для женщины в начале этого периода важны будут разговоры с каким-то темненьким мужчиной может быть это корей глаз и может рыженький мужчина возможно этот человек относится к стихии огня это может быть овен лев или телец по гороскопу мужчина с которым у вас могут быть какие-то громкие споры громкие разговоры может быть вам предстоят встречи с этим человеком может быть вы инициируете эти встречи может быть этот мужчина выходит каким-то образом на контакт на связь да то есть вы можете от этого человека получать любого рода сообщения может быть вы в начале этой недели просто этого человека держите в своей голове и думаете о нем если говорить о мужчинах рыбках вот несмотря на то что вы относитесь к водной стихии и ваши карты это карты чаш здесь мы видим масть огня это говорит о том в начало этой недели вы входите смело и уверенно вы не боитесь каких-то трудностей вы не боитесь препятствий вы желаете события этой недели контролировать целиком и полностью и все действительно вот будет под вашим контролем по этой карте я вижу решительных волевых людей которые из-за себя постоять могут и решить вопросы любой сложности конечно вы очень уважаемый человек но здесь также и не исключено то о чем я вам говорила ранее что есть еще какой-то мужчина с которым вы сотрудничаете либо у вас ним какие-то разговоры и если говорить о вашем общем запасе энергии для мужчин карта прекрасно она говорит о том что вы полны сил огня ваша энергия бьется через край и вы все время себе ищите какое-то занятие чем себя занять если говорить о женщинах вот эту самую энергию может давать вам вот этот мужчина которого я описала может быть этот человек вас каким-то образом поддерживает для кого-то это муж брат друг любимый это может быть кто угодно но в лице этого человека для вас есть какая-то поддержка если говорить о событиях этой недели в общем для вас вышла довольно таки болезненная карта семерочка мечей эта карта предполагает рядом с вами какую-то нечестность двойную игру обман лицемерия может быть и рядом с вами есть те люди которые претендуют на что-то ваше это сплетни за вашей спиной при том обсуждение за вашей спиной со стороны ваших самых родных и близких или тех людей даже если эти люди не относятся к вашей семье кто очень много а вас знает тех кто очень близко к вам был допущен ранее эта карта может говорить о любого рода подставах изменах предательстве воровстве это могут быть удары ниже пояса которых вы не ожидаете кому-то вы слишком доверились и для вас ваше доверие разворачивается негативной стороной конечно по этой карте нервы и напряжения давайте посмотрим что происходит у наших семейных пар для тех кто в паре на ваше чувство выпала карта пятерочки пентаклей на чувство вашего партнера мы видим пятерочку чаш а две пятерочки по своему цифровому символизму пятерки это всегда разрушения на сегодняшний день это те отношения которые разваливаются притом как с вашей стороны так и со стороны вашего партнера есть непомерная усталость и тяжесть от вашего общения не вы не хотите общаться не ваш партнер не хочет общаться с вами в доме могут быть проблемы денег проблемы финансов может быть у кого-то есть еще болеющая родня для кого-то вот карта пятерочки чаш может говорить о том что ваш партнер или партнерша тоже может болеть в этом периоде и вы находитесь в крайней подавленности потому что даже если бы вы и хотели помочь своему партнеру вы как будто бы не можете на лечение может не хватать денег элементарно на какие-то бытовые нужды может не хватать денег если говорить о вопросах дома имущества семьи в целом вы испытываете глубокие разочарования из-за семейной жизни глубокие обиды и в настоящем и в прошлом вы не можете за что-то своего партнера простить а он не может простить вас но вы даже где-то больше вот готовы первым пойти навстречу или первой на какой-то компромисс но ваш партнер вас совершенно не слышит вы оба страдаете каждый страдает по-своему страдаете из-за того что не можете поменять что-то в быту и страдаете из-за того что между вами лично тоже не происходит ничего положительного и в вашей душе слезы и слезы в душе вашего партнера или партнерши может быть рядом с кем-то есть еще родственники которые нуждаются действительно в вашей помощи может быть даже просят вас о чем-то именно вас но вы не в состоянии потому что вам сейчас самим нужна материальная помощь потому что у многих с работой непонятно что происходит с бизнесом с карьерой для кого-то эти карты могут проигрываться как бессонные ночи вас может мучать бессонница и какие-то страхи по ночам которые не дают вам покоя многим из вас здесь нужно как снотворное или успокоительное для того чтобы вы нормально усыпали давайте посмотрим что происходит у наших одиноких рыбок для одиноких рыбок выпала девяточка жезлов и выпала карта пажа мечей обе карты говорят о какой-то агрессии об обороне на сегодняшний день если вы с кем-то встречаетесь и у вас есть партнер эти карты говорят о том что между вами выросла стена непонимания есть недоверие какие-то резкие неприятные непонятные выпады со стороны вашего партнера может быть вы начинаете его или ее ревновать или он или она также может ревновать вас вы уже в какой-то степени для себя многое прояснили и поняли вы понимаете что это не ваш человек и вам с ним не по пути но вы как будто бы не можете отвязаться от вот этого человека и он навязчиво вас преследует какие-то телефонные звонки какие-то занудные разговоры которые выводят вас из себя может быть вы планируете какие-то дороги или поездки человек который находится рядом с вами я бы сказала так больше на вас смотрит с позиции какой-то выгоды и корости в чем-то вас использовать возможно вы это уже начали понимать и осознавать именно поэтому вы хотите разрыва этих отношений конечно эти отношения развиваться и продолжаться не будут для тех кто встречается даже если раньше у вас все было хорошо и в этот период вы входили ничего не подозревая о том что вас может ждать разрыв поверьте такой момент наступит что вы испытаете глубокое разочарование из-за вот этих отношений также эти карты могут говорить о том что в прошлом у многих уже были бракоразводные процессы навязчивые отношения и сейчас из прошлого вот за вами может тянуться какой-то шлейф неразрешенности между вами недоговоренности бывший или бывшая может напоминать о себе может в чем-то вас упрекать может манипулировать вами шантажируя вас детьми или ребенком не случайно выпала карта пажа мечей эта карта может также предполагать то что у многих из одиноких и есть на сегодняшний день детки неважно в каком возрасте ваши дети маленькие подростки или взрослые эти карты говорят об очень непростых отношениях с детьми если у вас маленькие детки это тоже какие-то проблемы может быть с обучением может быть со становлением ребенка как личности может быть это и проблемы с учебой если взрослые дети это тоже какие-то претензии и упреки с их стороны и у вас как будто бы нет понимания желание отойти в сторону нежелание конфликтовать но конфликты как будто бы неизбежны если говорить о каких-то новых встречах знакомствах они в вашей жизни могут быть но как будто бы охотятся за вами они вы за кем-то именно охотятся на вас может быть кто-то вас считает выгодной партией удачным для себя партнером для решения своих проблем да то есть вот таким вот образом даже если с вами кто-то будет знакомиться вы от этих людей будете бежать просто как от чумы вы будете понимать что что-то не то если говорить о вашей жизни в общем в этом периоде здесь тоже есть какая-то подозрительность недоверие каким-то людям вы устали от каких-то навязчивых разговоров эти карты также говорят о каких-то старых проблемах вашей жизни которые на сегодняшний день снова возвращаются в вашу жизнь и вам заново как будто бы приходится что-то решать именно в этой колоде девяточка жезлов может говорить о том что кому-то предстоят дороги поездки либо для вас затруднительные либо проблемные либо те дороги из-за которых вы почему-то очень переживаете и нервничаете у кого-то может быть недостаток какой-то информации либо вы может быть оформляете какие-то документы связи с какими-то поездками и тоже из-за этого могут быть нервы что-то тоже как не дается вам сразу не получается легко давайте посмотрим вашу рабочую деловую сферу здесь мы видим карту старшего аркана суда и здесь также есть какие-то проблемы также так как эта карта выпала в центре вашего расклада это сердце вашего расклада она говорит о том что у многих есть родовые проблемы проблемы ваших бабушек дедушек родителей вы как будто бы по этой карте должны помогать еще кому-то хотя сами нуждаетесь поддержки если говорить о рабочих процессах здесь тоже очень много неясностей но именно в этом периоде вам уже нужно начинать действовать и нужно начинать что-то менять что-то решать для кого-то эта карта может говорить о том что то что касается в вашей работы у вас могут быть не в порядке какие-то документы может быть вам что-то нужно узаконить пообщаться людьми из госструктур я вижу что вы люди очень ответственные вы люди очень обязательные если вы работаете в коллективе или даже если вы работаете на себя эта карта говорит о том что на вас возложена какая-то очень-очень большая ответственность и вы ответственны не только за себя но еще из-за каких-то других людей которые также ждут от вас каких-то действий и может быть кто-то надеется за счет того что что-то разрешите вы разрешить свои проблемы для кого-то эта карта может говорить об открытых спорах конфликтах которые есть в рабочих процессах может быть с кем-то вам тяжело договориться но важно то друзья что эта карта также и поддержки высших сил эта карта архангела гавриила который поддерживает людей в новых начинаниях возможно вам нужно начать что-то заново что-то пересмотреть возможно кому-то нужно подумать о новой работе либо о каком-то новом рабочем направлении либо о каких-то новых людях о новом партнерстве даже те трудности которые возникли в вашей жизни в работе на сегодняшний день возникли не случайно возможно вам нужно что-то пересмотреть что-то переосмыслить для того чтобы в вашу жизнь вошло что-то новое эта карта говорит о том что вам нужно что-то менять и для тех кто не работает тоже те кто не работает и вы только в поиске скорее всего эта неделя даже если вы будете искать не увенчается для вас успехом почему потому что вам нужно разрешить еще какие-то проблемы дома семьи только когда вы закончите с проблемами дома семьи вы можете подумать о работе пока что-то вам либо мешает либо препятствует вот со стороны ваших родственников вы обременены чьими-то чужими проблемами и если говорить о каких-то новых начинаниях крупных сделках крупных договорах на этой неделе вам нужно закрыть какие-то старые проблемы и то что в текущий момент у вас не так и только тогда думать уже о чем-то новом если говорить о ваших деньгах и финансах здесь мы видим принцессу пентакли конечно эта карта материальная эта карта денег но к сожалению не очень больших да у вас будут материальные поступления в периоде этой недели точно очень много хлопот из-за них очень много суеты очень много нервов каких-то телефонных звонков и переживаний деньги на руки вы получаете но к сожалению не в том количестве в каком бы вам хотелось для тех кто работает это может быть деньги от вашего бизнеса и эта карта говорит о том что вы очень много вкладываетесь очень много отдаетесь в рабочих процессах но получаете за свою работу очень мало денег для тех кто не работает вообще эта карта может показывать любые дополнительные источники дохода кто-то по этой карте может быть вкладывает деньги в свое собственное образование и развитие и вы пытаетесь чему-то подучиться для того чтобы в будущем это приносило вам прибыль и чтобы у вас появилась дополнительная профессия также для многих из вас это проблемы детей большие траты идут на ваших деток и тоже из-за этого много хлопот и расходов давайте посмотрим что происходит во внешнем мире на внешний мир мы видим троечку мечей конечно карта разбитого сердца говорит о том что вас ждут какие-то разочарования в общении с другими людьми у кого-то какие-то важные для вас отношения могут доходить до разрыва у кого-то это то что касается любовной сферы для кого-то эта карта может говорить о людях с которыми вы сотрудничаете по работе по бизнесу и здесь тоже какое-то разочарование кто-то вас здесь может подвести может быть вы рассчитывали на кого-то на чью-то поддержку но в конечном итоге вы остаетесь один на один со своей проблемой конечно очень много эмоций очень много переживаний это ваши внутренние слезы давайте посмотрим чем завершится для вас эта неделя здесь мы видим карту принцессы жезлов это уже третий паш в вашем раскладе это говорит о том что вокруг в вашей жизни очень много сплетен очень много шума много суеты людей завистников людей двуличных и лицемерных по этим картам многим из вас нужно еще пересмотреть свое окружение тех людей с которыми вы общаетесь кто-то вас в чем-то может использовать кто-то вам в чем-то может завидовать по принцессе жезлов в конце этой недели какая-то суета беготня и нервы тоже остаются но я смотрю что вы здесь на позитиве в особенности если смотрят меня женщины рыбки вы как будто бы найдете в себе силы на какую-то старую проблемную ситуацию посмотреть по-другому и вы поймете что вам нужно действительно что-то менять что вам нужно что-то корректировать своей жизни я вижу что вас начинают увлекать какие-то новые идеи новые проекты новые люди вы человек очень общительный и человек очень коммуникабельны это то что многим из вас будет помогать выходить из вот этих депрессивных тяжелых состояний в которые вы можете входить из-за того что рядом с вами неблагоприятное окружение дорогие рыбки уже из расклада в расклад повторяется одна и та же негативная картина эта картина не будет меняться до тех пор пока вы сами не я не карты лягут по-другому пока вы не измените что-то в своей жизни как только вы что-то поменяйте в своей жизни тогда и расклад на столе будет другой давайте посмотрим для вас скрытые факторы на эту неделю что вам нужно учитывать что нужно знать карта совета восьмерочка жезлов карта дорог карта скорости карта новых открытий и новых начинаний сотрудничество с новыми людьми для кого-то эта карта может говорить о новой любви о новых поездках о новых чувствах которые ворвутся в вашу жизнь вам предстоят новые встречи новые свидания если говорить о рабочих процессах это новые договора и новые люди которые будут входить в вашу жизнь и в вашей работе будет что-то налаживаться и в вашей личной жизни тоже будет что-то налаживаться сделайте первый шаг не бойтесь неизвестности не бойтесь риска откройте свое сердце навстречу чему-то новому также для многих из вас эта карта говорит о том что вам были бы полезны какие-то поездки дороги может быть путешествия то что помогло бы вам расслабиться релаксировать также эта карта говорит о том что как только вы начнете действовать не будете сидеть на месте из внешнего мира появятся люди которые будут вас поддерживать притом это и старый какой-то костяк тех людей на которых вы действительно можете рассчитывать но и это какие-то совершенно новые люди которые будут входить в вашу жизнь и благодаря которым вы сможете расти и развиваться однозначно здесь есть движение вперед поэтому не замыкайтесь не зацикливайтесь на каких-то проблемах которые есть в вашей жизни сегодня давайте посмотрим ответ на ваш вопрос да или нет для вас выпала карта рыцаря чаш перевернутая эта карта дает ответ нет в особенности если вы задали вопрос я сознательно не разворачиваю карту прямое положение почему потому что в перевернутом виде эта карта имеет совершенно другие значения она может говорить о том что вы рассчитываете на какого-то молодого человека либо на какого-то мужчину может быть многие из вас задали вопрос сферы личных отношений любви интима если вы спросили у карты любит ли вас человек о котором вы думаете искренен ли он с вами нужен ли он вам вообще эта карта говорит что нет это человек не искренен с вами он вами играет он вами манипулирует это человек большой эгоист это человек может вам и изменять он может вас подставить любой момент если говорить о личных отношениях почему я акцентирую внимание на личной сфере потому что у вас здесь очень много того что указывает на проблемы и личного характера и у семейных пар и у наших одиноких то что касается рабочих моментов если кто-то задал вопрос связанный с рабочими процессами здесь вам может помешать какой-то мужчина либо вы на него рассчитывайте а в конечном итоге этот человек вам может чем-то не помочь либо подведет вас в последний момент поэтому надейтесь на себя возможно тот вопрос который вы задали вот благодаря той информации которые вы сейчас получили вы уже пересмотрите и будете подходить к тому же самому вопросу по-другому то есть эта карта для вас как подсказка не стоит надеяться на какого-то мужчину если меня смотрят мужчины рыбки это ваша персональная карта и она говорит о том что вы слишком самонадеянны что лично вами допускаются какие-то ошибки они были и в прошлом есть и в настоящем это то что мешает вам получить желаемое может быть вы с кем-то сознательно конфликтуете а это то что не приносит хорошего результата то есть вы здесь хотите как будто бы быть выше всех умнее всех и лучше всех а жизнь вам говорит нет ты делаешь какие-то ошибки подумай о том что и где ты делаешь не так если говорить о женщинах повторюсь что мужчина на которого вы не должны рассчитывать пока друзья нет давайте возьмем дополнительные карты на сферу вашей работы и посмотрим что здесь если говорить о ваших личных отношениях что у семейных что у одиноких здесь сложные карты сложные жизненные истории здесь можно копаться очень долго и наш с вами расклад затянется как минимум на часа два поэтому друзья рассмотрим сердце вашего расклада а в сердце вашего расклада карта суда она может говорить о том что у кого-то действительно есть либо сложные судебные вопросы либо какие-то открытые конфликты и противоречия с другими людьми либо какие-то официальные моменты у вас пока не решенные то из-за чего вы нервничаете давайте попробуем разобраться или попробуем спросить у карт что ждет вас в отношении вашего вопроса касающегося работы каких-то документов в ближайшее будущее три карты обратите внимание на то что снова выпадает пятерочка карта борьбы пятерочка жезлов говорит о том что вокруг вас слишком много конкурентов людей завистников людей которые сознательно могут вас провоцировать на какие-то ссоры скандалы и конфликты и вы невольно может быть втягиваетесь в какую-то борьбу и вам приходится выяснять с кем-то отношения хотя бы этого изначально не хотели пашкубков говорит о том что все таки вот со временем вы будете получать какие-то положительные известия но возможно если вы думаете о том что вот ваш вопрос разрешится сам по себе это ошибка не стоит быть такими самонадеянными снова пятерочка но уже пентаклей и посмотрите как эти карты дублируют в особенности как эти карты дублируют ту информацию которая уже есть на столе у вас уже было две пятерочки у семейных и снова та же пятерочка пентаклей в работе есть какая-то болезненность какую-то проблему вы не можете разрешить даже если в ближайшее время в вашу жизнь поступят какие-то положительные известия не расслабляйтесь все равно ситуация остается критической и вам придется бороться давайте возьмем карту совета для мужчин и карту совета для женщин карта совета для мужчин и карта совета для женщин для женщин снова выпадает карта пятерочки кубков основа разрушения именно в этой колоде эта карта говорит о том что вам нужна чья-то помощь и поддержка вам одной в какой-то борьбе в какой-то войне не справится я вижу что вы тратите свои нервы на что-то или на кого-то но для кого-то эта карта может еще указывать на на семейные отношения, на личностные проблемы, личного характера. В будущем ситуация только ухудшается, если говорить о вашей семье, если говорить о вашей работе, здесь тоже что-то то, что оставляет желать лучшего. Вам нужно с кем-то объединиться, вам нужно кого-то к себе подключить для того, чтобы решить вашу проблему. Если говорить о наших мужчинах, для вас выпала карта Королевы Кубков. Здесь получше карта, она говорит о том, что вам может помочь женщина в вашей же стихии, рыба, рак или скорпион по гороскопу. Возможно, это кто-то либо из вашего дома, из вашей семьи, какая-то женщина, которая искренне в вас заинтересована. Это может быть и мать, это может быть и сестра, это может быть и просто ваша подруга. Что мне нравится по вот этой докладке, что я вижу, что у многих из вас появляется решительность. Вот, возможно, даже прослушав этот расклад, вы, наконец-то, встрепенетесь и начнете действовать. Я вижу, наконец-то, решительные действия. Что еще нужно знать женщинам и что еще нужно знать мужчинам? Карта умеренности для женщин. Старший аркан говорит о том, что не стоит милой женщине отчаиваться. Такой вход судьбы. Та жизненная ситуация, которая на сегодняшний день у вас имеется, это то, что вы должны пройти. Вы должны получить какой-то жизненный урок. Несмотря на какую-то борьбу, вы должны оставаться человеком достойным, светлым, не потерявшим свое лицо. И даже несмотря на то, что сейчас вам пока приходится приспосабливаться под каких-то людей, под какие-то обстоятельства, вы не можете прыгнуть выше своей головы. Развивайтесь, занимайтесь самообразованием, что-то изучайте. Вам сами высшие силы все равно будут помогать и будут вас поддерживать. В вашей жизни будет какое-то относительное равновесие и баланс. Даже несмотря на то, что вы находитесь в борьбе. Пройдя достойно вот это жизненное испытание, для вас откроются очень многие двери. Если говорить о мужчинах по восьмерочке кубков, вам нужно как будто бы с кем-то разорвать какие-то болезненные отношения. Откуда-то уйти, что-то поменять. У каждого своя критическая жизненная ситуация. Подумайте о событиях в своей жизни, именно о самых болезненных событиях в своей жизни. Милые мужчины, эта карта говорит о том, что вам с кем-то нужно разорвать, уйти, бросить, начать что-то заново. Не бояться перемен самое главное. Да, впереди многих из вас ждет неизвестность, но пришло время в вашей жизни каких-то перемен и решительных действий. Вот таким вот был расклад для вас, уважаемой рыбки, на эту неделю. Конечно же, я желаю вам позитива, крепости духа, побольше оптимизма. Не расстраивайтесь, продолжайте бороться. Вся наша жизнь — это борьба. Несмотря на то, что в вашем раскладе много негативных карт, есть и карты, которые говорят о позитиве. И на совет для вас выпала великолепная карта «Восьмерочка жезлов», которая говорит о том, что вам что-то нужно ускорить, либо в чем-то вам нужно ускоряться. Вы как будто бы замерли и боитесь либо впустить что-то новое в свою жизнь, либо боитесь что-то поменять. А вам обязательно нужно что-то менять. И многим из вас, кстати говоря, друзья, нужно учиться и развиваться. Поэтому вкладывайте деньги в свое образование, в каком бы возрасте вы ни находились. Я не прощаюсь с вами. Я говорю вам до новых видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Не скупитесь на лайки. Нажимайте пальчиком на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее видео. А сегодня я всем говорю до свидания.